Добрый день, уважаемые коллеги! Итак, телефонная станция компании E-Star K2 – это решение уровня Enterprise, то есть для предприятия среднего и большого объема, где-то до 2000 пользователей. Решение выпускается в виде программного обеспечения, может инсталлироваться на собственные сервера компании, может устанавливаться виртуальную инфраструктуру, может также составляться уже установленным на те сервера, которые мы предлагаем нашим партнерам, нашим заказчикам. Решение обладает отказоустойчивостью, достаточно надежное, производительное, а также в своем составе содержит богатый функционал и решение для мобильных сотрудников. В каких областях может использоваться данное решение, данная телефонная станция? Соответственно, это могут быть практически организации любых типов, организации, связанные с образованием, с гостиничным бизнесом, государственные учреждения, больницы, торговля, логистика. Практически любые организации объемом до 2000 пользователей. Очень часто в более богатые времена многие организации приобретали оборудование, телефонные станции известных производителей, таких как Авая, Майтл, Сименс, Эриксон. Практически данные системы, как правило, являлись цифровыми, как правило, срок эксплуатации этих систем по настоящее время уже достаточно большой, и их обновление связано для заказчиков с большими сложностями. Сложности эти заключаются в том, что, как правило, для такого обновления требуется не только модернизация аппаратной части телефонных станций, но также и приобретение достаточно дорогостоящего ПО и обновление этого ПО, которое называется Мейнтонанс. Таким образом, стоимость модернизации этих систем может выливаться в достаточно большие суммы, которые в настоящее время являются неподъемными для существенного количества конечных заказчиков. В данном случае решение от компании ЕСТА, телефонная станция К2, успешно помогает заказчикам решать вопросы модернизации с более меньшей стоимостью, получая при этом существенно более богатый функционал. IPA TS-K2 позволяет обеспечивать связью совершенно различные категории сотрудников в рамках компании. Традиционно это обеспечение связью сотрудников, работающих в офисе. В качестве терминальных устройств в данном случае используются СИП-телефоны. Также сотрудники, обладающие свободным графиком, часто ездящие в командировки, работающие вне офиса, могут воспользоваться мобильным приложением, установленным в собственный смартфон, для использования корпоративной системы связи для совершения и принятия вызовов. Несколько офисов могут быть объединены в рамках корпоративной телефонной сети, как используя более младшие телефонные станции компании ЕСТА, так и используя OSU-IP шлюзы производства компании ЕСТА. Управление всей корпоративной инфраструктурой при этом может осуществляться при использовании продукта и решения Remote Management, который позволяет контролировать, оценивать состояние и работоспособность всех устройств корпоративной телефонной сети на основе оборудования ЕСТА. В рамках модельной линейки телефонной станции К2 мы в настоящее время предлагаем 4 основных модели. Это модель К2-500, К2-1000, К2-1500 и К2-2000. Соответственно, цифра здесь обозначает максимальное количество абонентов, доступное в рамках каждой модели. И если вы обратите внимание на синенькие пиктограммы, можно понять, что между этими моделями существует возможность миграции. То есть от младшей модели к старшей модели с помощью приобретения дополнительных лицензий можно соответственно мигрировать, начиная от 500 и заканчивая до 200-2000 пользователей. Модели К2-500 и К2-1500 нами предоставляются в рамках акции. Акция длится до 31 августа. Соответственно, далее она может быть продолжена. Либо эти модели, возможно, войдут в стандартную линейку оборудования. Пока мы на 100% этого дождать не можем, но, тем не менее, все модели, которые будут запрошены, рассчитаны и зарегистрированы в качестве проекта, будут предоставляться по тем ценам, которые мы сейчас для вас предлагаем. Нас слышно, видно, все в порядке? Там есть вопрос, поддерживается ли СОР, есть ли сертификаты ФСТЭК на данную станцию? Значит, по поводу сертификатов, по поводу СОРНа. Дело в том, что телефонная станция К2 – это решение корпоративного уровня, то есть для коммерческих организаций. Это не решение для оператора связи. Как правило, система оперативно-розыскных мероприятий СОРН используется на стыке между, так скажем, потребителями услуг оператора связи, то есть фирмами, организациями и городской телефонной сети. То есть, как правило, станции, обладающие функционалом СОРН, требуются именно операторам связи, компаниям, имеющим операторскую лицензию и предоставляющим эти услуги. Всем остальным организациям, подключающимся к оператору связи, функционал СОРН не требуется и в данном решении такого сертификата нет. Корпоративный АТС сюда, как бы СОРН не входит в основной функционал по ФСТЭК. Есть ли сертификат у нас ФСТЭК по поводу этого? Я скажу, что мы не проводили эту сертификацию, но мы планируем ее выполнить и, соответственно, у нас, возможно, она будет, если у нас будет потребность, если у нас данные АТС будут востребованы в организациях, в государственных организациях, которые требуются сертификации ФСТЭК, соответственно, мы ее сделаем. Также мы можем сертифицировать алгоритмы шифрования, которые могут быть использованы в наших АТС. И, соответственно, эта вся сертификация может быть выполнена. Безусловно, сертификат может быть нами получен на это решение в том случае, если это будет экономически оправдано и мы будем видеть в этом направлении перспективы. В данное время, в настоящее время мы осуществляем продажи в основном коммерческим организациям, поэтому, собственно, задача так остро не стоит, но если встанет, то, соответственно, будем этим заниматься. Как говорил выше, существует несколько вариантов поставки данного решения. Варианты следующие. Решение может поставляться как в виде программного обеспечения, соответственно, с лицензией, так и в виде готовой системы, в виде установленного программного обеспечения на сервер уже с активированной лицензией. Варианты поставки в виде лицензии можно также рассмотреть в виде четырех. Их существует четыре. На пятьсот, на тысячу, на полторы и на две тысячи абонентов. И также на разное количество одновременных вызовов в рамках каждой конкретной лицензии. Все стоимости можно будет запросить в отделе продаж и посмотреть полностью прайс-лист. А также информация о данных продуктах, данных вариантов поставки присутствует на нашем сайте ipmatica.ru Второй вариант поставки с ПО уже установленным на сервера и активированной лицензией. Соответственно, в данном случае поставляется сервер, помимо сервера поставляется лицензия. Программное обеспечение при поставке уже загружено в сервер, лицензия активирована, то есть станция готова к работе. Остается только установить ее в стойку, произвести запуск и можно подключать абонента. Так, пишут, что нет трансляции, презентации. Коллеги, скажите презентацию нашу вид. С какого момента пропала презентация? То есть слайда не пролистывал. Так, теперь видно, да? Так, сначала нет, сейчас окей. Итак, второй вариант поставки телефонной станции – это с ПО уже установленным на сервер. В данном случае, повторюсь, у нас уже поставка осуществляется. Поставка осуществляется. Что же такое? Трогает. Что-то нас трогает. В порядке? А кто трогает? А, все. Говорили, теперь листается. Отлично, все, спасибо. Продолжаем, коллеги. Значит, во втором варианте поставка осуществляется с ПО, установленным на сервер. Соответственно, лицензия в данном случае уже активирована. Станция готова к обслуживанию абонента. Третий вариант поставки – это дублированная система. Телефонная станция К2 обладает возможностью резервирования основного сервера в случае аварии. Поэтому есть отдельный вариант, отдельный поставочный продукт, который нами разработан. В данном продукте используются два сервера. Лицензия основная на телефонную станцию и лицензия на Redundancy. Висит страница с ценами. Так, а если мы сделаем сейчас расшарить экран, и выставим презентацию на экран и сделаем демонстрацию экрана. По-моему, так лучше будет. Демонстрацию рабочего стола? Демонстрацию рабочего стола и запустить. Есть? Кнопка. Демонстрация рабочего стола. Сначала запустить презентацию. Окей. И открыть презентацию. Вначале открыть. Есть. Сейчас. Ядом. Я все время так делаю. Нормально все работает. Так, потом возвращаемся. Нажимаем сделать экран. Возвращаемся. Так, поделиться. Экран 2. Экран выбрать. Поделиться. Отлично. Так, это сворачиваем. Сейчас должен быть. Сейчас должно быть видно. Идем. Да, все. Можно там листать. Что-то на экране можно листать. Снобка вниз-вверх. Да, все. Да. Стоп, стоп, стоп. Что он делает? Демонстрация. Это покрас. Это покрас. Так, пейджап, пейдждаун. А, да, так, все, пейджап, пейдждаун работает. Так, тогда мы не будем видеть, кто пишет вопросы, но потом мы откроем вопрос, сколько нужно пройти вниз. Сейчас мы посмотрим. Так, ранее, да? Раньше, 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 раньше. Вот здесь мы остановились, мы тогда не сможем видеть вопросы. Так, скажите, пожалуйста, нашу презентацию сейчас видно, нормально? Страница с ценами не висит? Отлично, именно презентация видна, ставят плюсы. Давайте продолжим. Да, продолжаем. Давай продолжаем, спасибо. Продолжаем, да. Так, все, сейчас я это сворачиваю. А, по-моему, даже можно вот так смотреть сразу или встать. Так, поехали, поехали дальше. Значит, в варианте поставки с резервированием у нас осуществляется поставка двух серверов. Основной лицензии на телефонную станцию на нужное количество абонентов и одновременных вызовов. А также лицензия ретандинсы, которая обеспечивает переключение с основного сервера на резервный в случае аварии. Кроме того, мы поставляем отдельно сервера, которые могут быть использованы для компоновки решения заказчикам, либо партнерам самостоятельно. В данном случае партнер может приобрести сервер, добавить лицензию отдельно и собрать свой собственный комплект, либо продать эту номенклатуру по отдельности конечному заказчику, либо, собственно, самостоятельно подготовить на него решение. Какие виды лицензии существуют в целом в рамках продукта? Существуют основные лицензии на IPPBX емкостью 500, 1000, 1500 и 2000 абонентов. Существует лицензия редандинсы на амологичную емкость. При этом лицензия редандинсы обеспечивает, как я уже говорил, переключение с основного на резервный сервер в случае аварии. Существуют лицензии Upgrade на системы 500, 1500, 1500 и 2000 абонентов. Лицензия Upgrade позволяет и обеспечивает возможность обновления программного обеспечения АТС и добавления нового функционала, который разработан бендором. Данные лицензии необходимы со второго года обслуживания, со второго года поддержки АТС. Первый год после приобретения производить апгрейд и обновление телефонной станции можно бесплатно. Начиная со второго года, при необходимости обновления ПО, при необходимости добавления новых функций, которые могут быть интересными, требуется оплата данной лицензии. Данная лицензия накопительная, то есть начиная со второго года оплата требуется ежегодно. И, соответственно, если по истечении какого-то количества времени, какого-то количества лет оплата не производится, то через этот промежуток времени в случае необходимости проведения обновления ПО будет запрошена вендором вся стоимость за все предыдущие годы. Соответственно, если мы имеем лицензию на АТС, то данная апгрейдная лицензия нам не является необходимостью. Она необходима лишь только в том случае, если какой-либо вновь разработанный вендором функционал компанию заинтересует и она захочет им обладать. При приобретении лицензии на АТС весь функционал, который доступен в момент приобретения, будет работать без каких-либо ограничений, времени, сроков практически бесконечно. Кроме того, на телефонную станцию существуют отдельные платные лицензии. Это лицензия на биллинг, лицензия отельный модуль и лицензия на Lingus Cloud Service. Лицензии на биллинг и на отельный модуль действуют бессрочно. Это одна лицензия на систему приобретается. Лицензия Lingus Cloud Service действует один год и также приобретается на всю систему целиком. Помимо лицензии Lingus Cloud Service существует и вот также бесплатная версия, которая может использоваться в рамках телефонной станции, но обладает менее богатым функционалом по сравнению с платной версией. Кроме того, существует дополнительная возможность приобретения лицензии на поддержку на 500, 1000, 1500 и 2000 абонентов. В данном случае лицензия на поддержку и на апгрейд – это одна и та же лицензия, в большом счете. Еще по поводу ключей. Что из себя представляет система лицензирования? Телефонная станция лицензируется одновременно двумя сущностями. Первая сущность – это USB-ключ. То есть для каждой телефонной станции в поставке прилагается USB-ключ, который должен быть установлен в сервер. Причем, если у нас поставка осуществляется с резервированием, есть основной сервер и резервный, то таких ключей будет два. Кроме того, помимо USB-ключей будет в поставке отсылаться специальный лицензионный файл, комбинация которого с USB-ключом, собственно, и обеспечивает лицензионную защиту программного обеспечения. Телефонная станция К2 участвует в партнерской программе. Каждая телефонная станция в рамках партнерской программы, как вы знаете, приносит при продаже партнеру определенное количество баллов. Для телефонной станции К2-1000 у нас традиционно в партнерской программе приносится при продаже 50 баллов. Для К2-2100 баллов. Телефонная станция К2-500 приносит партнеру 40 баллов. К2-1570 баллов. Таким образом, станция уровня Enterprise в баллах продавать очень выгодно. Можно очень быстро повысить свой партнерский статус, стать партнером более высокого уровня. Так, тут вопрос. Microsoft Hyper-V не пробрасывает виртуальные машины. Как быть с лицензированием на VM? Ключ нужен для всех, да, абсолютно? Да, значит, при установке программного обеспечения К2 на виртуальную машину, виртуальную инфраструктуру, USB-ключ не требуется, но требуется доступ к интернету. При таком подключении телефонная станция должна периодически запрашивать лицензионные сервера E-STARP на предмет подтверждения лицензии. В данном случае это осуществляется в рамках программного обеспечения и никакой железный ключ не требуется. Какие ключевые преимущества у решения? E-STARP-2. Ну, во-первых, это высокая маржинальность. Давайте потом посмотрим на вопрос. Значит, во-первых, это высокая маржинальность. Максимальная партнерская скидка в рамках партнерской программы составляет до 39%. Кроме того, периодически выходят различного рода акции, в рамках которых также скидка может существенно отличаться от текущих партнерских скидок. 100% защита проекта. Единственный дистрибутор. Компания IP-MATIC является единственным дистрибутором компании E-STARP. Таким образом, каждый проект, тем более проект BK2, регистрируется в партнерском портале и контролируется нашими менеджерами. Таким образом, защита обеспечивается с достаточно высокой надежностью. Это является одним из таких достаточно весомых и интересных преимуществ, которые позволяют партнерам сохранить маржин в проекте и обеспечить поставку заранее проработанного проекта заказчикам. Кроме того, поскольку используются промышленные сервера для данного решения, используется программное обеспечение, которое специальным образом подобрано, специальным образом построено для работы с промышленными серверами, телефонная станция обеспечивает высокую производительность. Не важно, какие будут использованы кодеки, не важно, каким линиям связи мы будем подключены, производительность и надежность станции всегда останется на самом высоком уровне. Поставка телефонной станции может осуществляться в различных видах. Не все производители предлагают такие варианты. Некоторые поставляют исключительно решения на базе собственного железа, некоторые поставляют программные продукты. Здесь возможны любые варианты. Решение может поставляться как в виде ПО, так и в виде готового продукта на рекомендованном сервере. Далее, телефонная станция обеспечивает автопровижн на все популярные IP-целефоны. Также решение бесплатное, решение присутствующее не у всех производителей и удобное с точки зрения заказчика. То есть, не важно, какого рода терминальные устройства, поддерживающие СИП, у него имеются, с высокой вероятностью, с большой, все они будут обеспечены, подключение всех этих устройств, с высокой вероятностью будет обеспечено в рамках автопровижн на телефонной станции К2. Также поддерживается запись переговоров, традиционно это бесплатно, как и для С-серии. Обеспечивается резервирование сервера в случае аварии, возможность использования мобильных приложений для сотрудников, не работающих в офисе. Причем два варианта, соответственно, этого приложения существуют, как платного, так и бесплатного. И интерфейс управления телефонной станцией К2 идентичен интерфейсу управления С-серией. То есть, если есть инженер, который владеет управлением С-серией телефонной станцией, он без труда сможет управлять и телефонной станцией К2. Дополнительного обучения здесь не требуется. Кроме того, возможность тестирования данной станции предоставляется как в деморежиме, так и в полнофункциональном режиме. Для тестирования в деморежиме достаточно скачать образ телефонной станции и установить его либо в виртуальную структуру, либо на свой собственный сервер. Для полнофункционального тестирования необходимо осуществить запрос на партнер.ru на почту или написать письмо мне на мою личную почту, либо обратиться к нашему менеджеру проекта, либо в любой отдел технического департамента. Далее мы рассмотрим функциональные возможности телефонной станции К2 более подробно. В IPATS Ястар К2 используются все функциональные возможности, такие же как и в Ястар серии S, за исключением работы некоторых приложений. Во-первых, Ястар, IPATS Ястар К2 поддерживает автопровижнинг телефонов таких брендов, как Ялинк, Сном, Фанвилл, Циско, Поликом, Гигасет, Панасоник. Большое количество телефонов поддерживается в системе автоматической настройки. И большое количество функций, также с возможностью добавления некоторых параметров, которые могут быть автоматически настроены в телефонах. Точно так же, как и в Ястар серии S, поддержка реализована в IPATS Ястар К2. Далее, веб-энтерфейс Ястар К2 унифицирован, абсолютно свободно и легко, точно так же, как работали в Ястар серии S, можно управлять Ястар К2. Никаких дополнительных знаний не нужно. Так, значит, также Ястар К2 подразумевает использование системы удаленного управления. Система удаленного управления производит мониторинг станции, отлавливает события, сообщает о сбоях, фиксирует количество ошибок. Вот, и, соответственно, если Ястар К2 находится за Братмауэром, внутри корпоративной сети предприятия, то используя инструмент удаленного управления, клауд-менеджмент платформ, можно из-за Братмауэра, из интернет, из дома, по веб-энтерфейсу посмотреть состояние АТС, также подключиться через браузер, панели управления, произвести настройки, редактировать там что-то и так далее. Вот, и также ведется мониторинг статистика по основным параметрам работы станции. Слово добавлю, Олег, в свое решение. Инструмент удаленного управления IP-ATS и Стар, Remote Management называется, соответственно, и с помощью этого инструмента управления можно осуществлять обслуживание и мониторинг не только телефонной станции К2, но и всех типов телефонных станций S-серии. И кроме того, voice-over IP-шлюзов некоторых моделей, причем количество моделей постоянно увеличивается. Таким образом, используя данный инструмент, можно обеспечивать обслуживание всей телефонной сети, всей телефонной сети предприятия и организации одним инструментом. То есть существует единая система удаленного управления корпоративной телефонной сетью. Так, и вот на данном слайде, конечно, немножко, наверное, мелко, если еще изображение, есть видео нашего виден веб-интерфейс управления, централизованная система управления IP-ATS и Стар. Ну, все МИ-АТС и Стар. Вот он, этот доступ, по-моему, в одном подключении доступен. Доступ к интерфейсу управления Remote Management осуществляется из личного кабинета партнера, с портала e-start.com. И каждый партнер, это, собственно, решение именно для партнеров, для обеспечения возможности партнерам получать дополнительные доходы, дополнительно облегчать возможность обслуживания их клиентов. И из партнерского портала, из личного кабинета, каждому партнеру доступно одновременно одно подключение для тестирования. Для добавления количества этих подключений, при росте, при увеличении количества обслуживаемых устройств, для данного приложения, для данного продукта требуется приобретение лицензии. То есть одно подключение с одной станцией всегда остается? В личном кабинете всегда одно подключение доступно для тестирования, можно им пользоваться. Почему для тестирования? Для управления нашей станцией. Для управления, для тестирования. То есть одно всегда доступно, без ограничений. Если это предприятие, которое осуществляет обслуживание других станций, то, соответственно, нужно уже выбирать какой-то порядок лицензий. Это удаленное управление АТС. И далее у нас различные механизмы безопасности для защиты системы. Во-первых, следует отметить, что в IP-АТС EASTAR во все, а также в шлюзы, встроена система сетевого экрана Firewall, которая разрешает блокировать, либо разрешает трафик с определенных, с указанных хостов, с указанных сетей. Также есть система автоматического обнаружения и блокировки атак по сети. И возможности VPN-сервера. По возможности VPN-сервера, по-моему, у нас он недоступен. То есть он доступен только для некоторых других стран СНГ. Сейчас сам VPN-сервер на станции, он проходит стадию проверки. Вот, и я надеюсь, что мы его сертифицируем, да? Ну, работа ведется в соответствующем направлении. По результатам мы отдельный релиз. На релиз, да. Отдельно сообщим. Это по системе безопасности. Также хотел бы сказать, что для безопасности ВТС еще есть, как бы система защиты от фрода телефонного. То есть если за определенное количество времени, количество звонков превышает указанный лимит, указанное значение, то данный номер, с которого или через который пытались произвести несанкционированные вызовы, он просто блокируется и не может производить, не может совершать вызовы. Это по безопасности. Далее, по резервированию. Вот высокая доступность IP-ATS Ястарка 2 реализована встроенным механизмом ход-стендбай, так он называется. Он же называется Redundancy. Заключается в том, что приобретаются два сервера, либо ставятся две виртуальные машины с Ястарка 2. Между собой они настраиваются на какой-то один определенный логический адрес, адрес веб-сервиса предприятия. И когда один сервер по какой-то причине отказывает, то второй сервер принимает на себя нагрузку по обеспечению телефонии. Собственно, когда первый сервер работает, то второй сервер, он просто является партнером по репликации и принимает на себя настройки с первого сервера. Как только произошел сбой первого сервера, второй сервер становится основным, и первый сервер становится резервным, то есть они меняются местами, и таким образом производится отказ за устойчивость, горячая замена, горячее обеспечение отказа устойчивости без необходимости отключения, остановления сервиса и замены. Это по отказу устойчивости. Далее. По функционалу IPATS Ястарка 2 повторяет весь функционал Ястар серии S, за тем исключением, что в Ястарка 2 используются жесткие диски большего объема, и они могут быть настроены в RAID, то есть в резервирование дисков, и могут храниться записи, если один диск, скажем, вышел из строя, то на втором диске будет конфигурация сохранена, записи разговоров будут сохранены, также CDR таблицы. А по основному функционалу все повторяется из IPATS Ястар серии S, то есть в IPATS Ястар весь функционал унифицирован, и за исключением работы некоторых приложений все одинаково. Далее. По приложению Lingus. Приложение Lingus позволяет находиться внутри телефонной сети компании, всегда и везде, где есть интернет. Lingus приложение работает через настраиваемый тоннель автоматически, это приложение отдельно лицензируется, вот за эту лицензию необходимо немного заплатить. Александр, расскажи, пожалуйста. Да. Существует несколько вариантов, собственно, два варианта приложения Lingus. Это бесплатная версия Lingus и платная версия Lingus, Lingus Cloud Service. Бесплатная версия Lingus может использоваться без каких-либо ограничений, не требует, как уже название понятно, оплаты. И каждый сотрудник может установить на свой мобильный телефон соответствующее приложение на смартфон, неважно, это под управлением операционной системы Android или iOS. В данном случае мобильный телефон, смартфон сотрудника становится как бы внутренним телефоном телефонной станции. То есть на него можно принимать звонки городские, направляемые на офисный общий номер, можно звонить с использованием корпоративных линий связи, звонить клиентам с ООНом, который принадлежит компании. То есть полностью абсолютно идентично пользоваться своим смартфоном, как внутренним офисным телефоном. Единственное недостаток бесплатного решения, но как бы не единственное, но один из основных, это безопасность. В случае бесплатного решения для организации данного сервиса требуется выставлять IP-адрес, порты в открытый интернет фактически. В случае использования платного приложения Limpus Cloud Service данное действие не требуется, безопасность обеспечивается внешними серверами и шифрование и туннель производится с помощью внешних средств. Так и тут будет вопрос, я точно знаю, что его зададут, сервера по... Сервера, которые обеспечивают работу Limpus Cloud Service находятся в России. Вот, и еще тут был вопрос от Дениса по поводу Hyper-V. Сервер для запроса ключа... Сервер для запроса ключа для работы телефонной станции К2 из виртуальной инфраструктуры, он в настоящее время находится в Китае, но компания E-Star осуществляет плановую миграцию всех серверов на территорию Российской Федерации. То есть, сервера для приложения Limpus Cloud Service уже находятся здесь. Сервера для обеспечения лицензионной поддержки E-Star K2 также будут перемещены в Россию. Далее. Значит, еще пару слов по поводу платного приложения Limpus Cloud Service. Помимо большей безопасности данное приложение еще обеспечивает возможность пересылки файлов, возможность организации чата между абонентами. Соответственно, виден статус видна, виден статус каждого абонента через это приложение, то есть, можно посмотреть абонент занят, свободен, еще какое-то его состояние установить. И, кроме того, также можно установить дополнительно на ноутбук, на настольный компьютер приложение, которое будет работать тандемом вместе с мобильным устройством. Так, и тут следует сказать, что приложения для Mac и для Windows, они работают только с облачным, то есть, с лицензированной сплатной версией, да, Linus Cloud сервиса. Вот. А мобильное приложение может работать двух вариантов, бесплатно и в Linus Cloud сервисе. В принципе, на экране приведен полный список поддерживаемых функций, фич этого приложения. Вот. Это добавление в конференцию, это использование перевода вызова, ожидания вызова, это запись разговора по нажатию и показ статусов презентации и так далее. Синхронизация контактов с популярными системами, как Google Contacts, Outlook Contacts, вот. Также, возможно, передача файлов до 100 МБ. Вот. Ну, в принципе, весь список он приведен на экране. Вот. И мы можем переключиться далее, да? не отнести. Так, и стол. А, еще. Здесь? Также в качестве бесплатных приложений для телефонной станции К2, так же, как и для S-Series, существуют различные интерфейсы для интеграции с популярными CRM-системами. Эта работа постоянно ведется и продолжается вендором, и мы в этом году очень ждем интеграцию с CRM-Ditrix, но пока значит тот объем систем, с которым интеграция уже произведена, сейчас перед вами на экране. Ну, это немного не та интеграция, интеграция приложения Bitrix будет именно Lincus Desktop, да? Да. А, понятно. Просто еще и будет интеграция Iostar серии S с Bitrix. У меня сейчас ведется там. Эта работа ведется на самом деле для сразу нескольких платформ, то есть в качестве продуктов, как вы знаете, у нас существует линейка телефонных станций S-серии, K-серии, и есть еще облачная платформа E-Star, которая также позволяет создавать виртуальные сущности, виртуальный Bitrix. Нам также ведется разработка по интеграции с CRM-систем. В принципе, эти разработки ведутся параллельно. в данный момент тест-топная версия Linux поддерживает четыре системы. Это Dynamics, Outlook, Google Contacts и Salesforce. Чуть выше, чуть раньше уже были нам сказаны преимущества Linux Cloud сервиса, которое, собственно, является наиболее оптимальным, наиболее удобным для сотрудников для работы как с точки зрения повседневной работы, так и с точки зрения активации этого сервиса. Преимущественными являются 30-дневная бесплатная пробная версия, то есть в VTS можно активировать данный функционал и в течение 30 дней пробовать, как он работает. Соответственно, достаточно длительный срок можно посмотреть все, что необходимо увидеть. и попробовать. Простая настройка, туннель, который обеспечивается помощью внешних серверов, полная безопасность. 30-дневная активация, она делается кнопкой в станции, далее, если проходит 30 дней, то уже появляется сообщение в веб-интерфейсе о том, что необходимо перейти по ссылке и там приобрести лицензию. Для приобретения лицензии достаточно сообщить соответственно информацию о телефонной станции, информацию о конечном заказчике и после этого будет открыта лицензия оплатить соответственно и после этого будет открыта лицензия на код. Линкос Клауд Сервис это годовая лицензия на всю телефонную станцию. так здесь я скажу о том что значит IP TS Ястар К2 представляет собой сервер соответственно не поведен подход такой как Ястар серии S то есть это не модульная архитектура это либо железный сервер либо виртуальная машина и расширяется Ястар К2 с помощью шлюзов то есть шлюзы аналоговые шлюзы мобильные для подключения аналоговых там IP телефона нарисовано и один аналоговый телефон то есть для расширения и подключения внешних линий связи к IP от Ястар К2 можно использовать как аналоговые так мобильные так и цифровые шлюзы компании Ястар таким образом можно производить масштабируемость системы допустим если необходимо в другом городе подключить мобильный какой-то канал либо другой АТС либо мобильный шлюз то по протоколу СИП либо по протоколу ИАКС что проще делать через интернет это можно выполнить для IP АТС Ястар К2 и соответственно для этого не требуется какое-то дополнительное оборудование или там технологии какие-то другие технологии у нас есть вопрос Можно я сейчас немножко дополню к этой картине здесь достаточно интересное преимущество у компании ИАСТА существует по сравнению с другими лендорами Дело в том что поскольку производитель обеспечивает поставку как телефонных станций так и вольсовер IP шлюзов и обладает дополнительно общей системой управления и мониторинга всеми этими устройствами то корпоративная телефонная сеть может быть построена очень гибко для тех офисов для тех так скажем локаций на которых мне требуется повышенная надежность достаточно установить вольсовер IP шлюзы того или иного интерфейса с использованием тех или иных интерфейсов для тех локаций где требуется дополнительная надежность где нужно обеспечить бесперебойную связь в случае отсутствия основного канала связи интернет с центральным сервером можно обеспечить поставку телефонной станции серии S телефонной станции серии S совместно с центральным сервером на базе АТС К2 могут организовать корпоративную телефонную сеть в рамках единого нумерационного плана используя единую систему управления ремоут менеджмент таким образом корпоративная телефонная сеть может быть построена с необходимой и достаточной надежностью за достаточно невысокую стоимость есть вопрос по интеграции с 1S и RARUS софтфоном насколько я знаю с RARUS софтфоном интеграция производится по AMI и по SIP то есть интеграция с RARUS должна работать точно так же как и серия S вот единственное что это пока не проверяли то есть не слышали отзывов о работе RARUS с нашей станцией K2 а серия S RARUS работает это точно известно по интеграции с 1S тут ниже стоит вопрос MECO MECO пока в Ястар K2 не поддерживается вот а по поводу того будет или не будет вот я пока сказать не могу это дальше информация то есть как появится так мы вам сразу об этом сообщим будет ли поддержка MECO если есть интерес поддержки модуля MECO в Ястар K2 пожалуйста пишите и мы будем требовать доработку и встраивание этого модуля в Ястар K2 и соответственно при потребности он там появится по спецзаказу да то есть технически никаких проблем добавить модуль MECO в функционал и в программное обеспечение K2 не существует весь вопрос в том что насколько это необходимо насколько это будет востребовано идем дальше да а тут мы нажимаем поездал опять поездал не работает сейчас вылезем поездал интегрированная система ну и говоря про телефонную станцию K2 мы говорим о неком комплекте неком объеме функционала объеме тех сервисов которые получает конечный заказчик приобретает данную АТС то есть все вместе весь набор этих сервисов создает для заказчика удобную среду которую он может ежедневно пользоваться в качестве этой удобной среды как уже мы ранее говорили есть такие ключевые вещи как автоматическая интеграция телефонных аппаратов связь с CRM системами приложение для отелей упрощенное но достаточно функциональное возможность использования API и возможность использования всех других сервисов которые в достаточно большом количестве бесплатно входят в программное обеспечение станции пару слов про API так по поводу API API позволяет подключать IP от EASTAR к различным внешним системам для интеграции API реализован на протоколе HTTP HTTPS содержит в себе набор REST методов которые можно найти на сайте EASTAR он там на английском языке хорошо описан это широко используется при интеграции с CRM системами с какими-то BMS с колл-центрами и соответственно можно произвести и разработать модули сопряжения для абсолютно любых систем в частности у нас уже есть разработанные модули для Bittrex которые то есть это не отдельное приложение о котором говорилось что интеграция с Bittrex уже есть интеграция с Bittrex с помощью внешнего модуля который можно установить в самом Bittrex вот и по API он обращается к IPATS EASTAR точно так же к серии S точно так же к EASTAR K2 и позволяет осуществить интеграцию взаимодействия между Bittrex 24 и IPATS EASTAR таким образом уже многие наши партнеры которые занимаются разработкой ИПО используя данный интерфейс обеспечивают стыки обеспечивают возможность интеграции с программными системами так скажем как CRM так и других производителей есть успешный опыт партнеры пользуются некоторые даже эти решения продают для своей партнерской сети для своих клиентов соответственно работа ведется в разных направлениях как партнерами по разработке данного интерфейса так и компания EASTAR для создания собственных продуктов кроме того есть ряд приложений которые традиционно используются в программном обеспечении для телефонной станции компании EASTAR и это такие приложения как биллинг как статистика с помощью приложения биллинга с помощью статистики можно формировать различного рода отчеты смотреть как происходит куда какие затраты при реализации вызовов больше всего уходит таким образом оптимизировать работу отделов и конкретных сотрудников Телефонная станция К2 продается достаточно уже где-то в районе около года может даже больше и есть ряд успешных кейсов по продаже данного оборудования данной телефонной станции к сожалению мы здесь в прямом так скажем эфире не можем озвучить название конечных заказчиков но среди этих заказчиков имеются медицинские учреждения имеются сети гипермаркетов имеются технопарки различного рода то есть телефонная станция продается уже достаточно активно продается на территории Российской Федерации не только за рубежом и решение на рынке достаточно известно по данному виду телефонной станции по данному оборудованию зарегистрировано в настоящий момент уже более 40 проектов поэтому просим вас активно присоединяться если кто-то это оборудование это программное обеспечение еще не знает то узнавать тестировать брать у нас на тестирование и подключаться к данному мейнстриму будем увеличивать количество проектов чем больше тем интереснее и достаиваешь и последние несколько слайдов решил разбавить таким вот небольшим слайдом из всеми известного мультфильма и собственно сказать про несколько акций которые в настоящий момент у нас действуют во-первых это акция по 10% скидке на все уровни цен для IPPX S50 это акция по скидке 39% для тех тех конечных заказчиков для тех проектов для тех партнеров которые осуществляют продажу телефонной станции S-серии совместно с приложением Limpus Cloud Service и это акция на отдельные модели войс over IP шлюзов и модулей E-Star а также на модели войс over IP шлюзов производства компании Adlon в целом на этом наша презентация закончена просим вас задавать вопросы если коллеги если есть вопросы интеграции по отличию данной станции пожалуйста напишите вот если нет тогда напишите либо в почту постараемся рассмотреть либо звоните по номеру постараемся ответить ваши вопросы ограничения демоверсии Денис спрашивает насколько по-моему 10 номеров и 10 номеров 5 одновременно вызов и и все да еще будет наверное вопрос где найти дистрибутив это я точно знаю что будет такой вопрос мы сможем каким-либо образом выложить последнюю версию нашего дистрибутива на нашем сайте да разместить ссылку прямо под карточкой товара да мы можем выложить ссылку на версию дистрибутива на нашем сайте а также дополним этой ссылкой наш портал академия в портале академия есть раздел документация там есть раздел также про К2 и в этом разделе мы также добавим ссылку на скачивание данного дистрибутива плюс развертывание Ястарк К2 требует определенной инструкции то есть развертывание идет по определенному алгоритму там он несложно необходимо разделить диск разбиение диска выполнить по определенным правилам пространства поделить и все в принципе установка производится легко вот и вы сможете попробовать совершенно бесплатно возможности IP-ATS компаний Ястарк на своих виртуальных машинах на виртуалбоксах на вэмваре на хайперви на КВМ кому что понравится кому на чем понравится итак следующий вопрос можно ли демо в публичное облако для теста клиентам отдавать ну в принципе ограничений по моему для этого нет ну смотрите да значит здесь такой нюанс демо в публичное облако у нас существует телефонная станция полнофункциональная которая развернута на нашем сервере стоит в нашей серверной мы в принципе можем давать эту станцию не можем тестировать на какой не можем не можем хорошо мы можем давать Ястарк Ястарк станцию Cloud PBX по частям на тестирование вот это мы можем Ястарк 2 который работает в нашей сети мы можем приглашать к нам здесь демонстрацию и показывать то есть части К2 мы не можем давать различным клиентам но существует еще дополнительный вариант на сайте ястар.ком в разделе К2 существует возможность заказа тестирования то есть там можно разместить запрос и соответственно получить доступ удаленный доступ к интерфейсу управления в область структуре именно для АТСК2 и так посмотреть уже соответственно весь ее функционал все ее возможности настроек это не на наших ресурсах это не на наших ресурсах это на ресурсах гендера непосредственно вот это удаленная вещь еще вопросы есть ли в какой-либо серии станции статистика по переходам в авиар по поводу статистики переходов в авиар если вызов поступает по-моему там должно отображаться что вызов ушел на номер авиар соответственно какой вид статистики вам нужен пожалуйста напишите письмо можно на саппорт собака и пиматика вам там подробно ответят какая статистика поддерживается ну или напишите пожелание какая статистика нужна по переходам в авиар вот а понял вопрос наверное заключается в том по каким пунктам цифрам внутри авиара осуществлялся переход да этой статистики нет то есть есть статистика просто в сидер перехода на номер авиар а внутри авиар нет такой статистики нет ну как бы этот функционал и не планируется вот вы можете написать запрос и мы рассмотрим но нужен аргументированный как бы аргументированный запрос для чего это нужно и кому это нужно то есть желательно в данном случае если требуется какой-то функционал которого в настоящее время станции не существует то необходимо для успешной его реализации привязать к конкретному проекту если вы пришлете запрос в котором будет указан конкретный проект конечный заказчик сроки реализации и необходимость в конкретном функционале то этот запрос существует большая вероятность что он будет положительно обработан и обслужен вендорам так тут еще пишут что с помощью номеров можно это решить то есть завести номера номера назначат переадресацию но если у нас используется допустим АТС на 2000 абонентов да и она стоит больших денег соответственно каждый абонент в том числе в Ястар серии С каждый внутренний номер он стоит денег поскольку количество номеров ограничено то если есть свободные номера то это выход из положения действительно можно переходы обозначить назначить на номера и по номерам отслеживать уже в таблице CDR да это выход но это как бы такое обходное решение вот можно его использовать но не всегда вот по ЕМП вебинар Ястар менеджмент план мы планируем вебинар где-то в конце марта начале апреля ну в общем еще вопросы задавайте коллеги просим задавать вопросы еще немножко ждем так если вопросов нет тогда мы будем да коллеги если вопросов больше нет вы всегда сможете задать их по электронной почте на этом благодарим вас за посещение нашего ребинара спасибо вам огромное на этом ребинар заканчиваем спасибо так ссылочку на distrip на исошник да ссылочка на исошник появится чуть позже будет в карточке да поставки а2 мы просто добавим туда прям прям モ туда добавить еще вот и можно будет скачать и плюс ссылку на руководство обязательно ura ссылку на дистрибутив ссылку на руководство все добавят соответственно в карточку проду скачать будет и попробовать Хорошо, спасибо за внимание, ссылка появится. И до свидания, всего хорошего.